С начала учебного года в Магнитогорске зафиксирован рост ДТП с участием детей-пешеходов на 10%. В большинстве случаев виновниками аварии признаны водители. Чтобы привлечь внимание автомобилистов к этой проблеме, сотрудники госавтоинспекции и родительский патруль провели профилактическую акцию «Безопасность детей на дороге». Школа номер 65 – одна из крупнейших в Правобережном районе. Ежедневно сюда спешат около полутора тысяч учеников. Их путь в школу – лежать через нерегулируемый пешеходный переход по улице Дружба. К сожалению, не все водители готовы уступить дорогу детям, спешащим на уроке, что создает опасную ситуацию на дороге. Да, бывала ситуация такая, что стояли, ждали, пока водитель остановится. Не останавливались? Нет. У нас действительно очень оживленный перекресток. Это пересечение улиц Дружбы и Мичурина с одной стороны. С другой стороны, здесь большое количество выездов с кварталов. Соответственно, в начале рабочего дня и учебного у нас здесь движение очень оживленное. Детей привозят родители, дети идут в школу пешком. И как раз средоточие всех этих дорог находится на пешеходном переходе, который ведет в нашу школу. К сожалению, на нашем перекрестке были дорожно-транспортные происшествия. Чтобы помочь детям добраться до школы, в утренние часы мамы и папы в ярких жилетах еженедельно дежурят на этом участке дороги. Используя сигналы стоп, они напоминают водителям о необходимости уступить дорогу пешеходам. Сегодня к ним присоединились и сотрудники госавтоинспекции, усилив контроль за соблюдением правил дорожного движения. Участвую в родительском патруле, но уже не первый раз. Получается, второй год как бы, потому что сын у меня учится в третьем классе в этой школе. Но по ситуации, сколько вот не помогаю, получается, ну как бы есть проблемы. Бывает, иногда не пропускают. Проведение данного мероприятия обусловлено увеличением числа аварийных ситуаций на дорогах города. Так, с началом учебного года у нас зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних детей. Подавляющее большинство пострадавших – это дети-пешеходы. В большинстве случаев, конечно, это вина самих водителей, так как дорожно-транспортные происшествия происходили в момент, когда дети переходили дорогу на зеленый сигнал светофору. Так, у нас было два факта наездов на детей, которые двигались в школу по регулируемому пешеходному переходу. В ходе проведения профилактических мероприятий выяснилось, что водители действительно не спешат пропускать школьников. Более того, они подвергают опасности собственных детей, высаживая их прямо посреди дороги в нарушение правил дорожного движения. Вы, ну, там, не знаете, что это у меня за детей высаживать на дороге? Ну, я не знаю. А почему высаживаете? Что-то подзабыла. Повнимательнее будешь в следующий раз прошу. В ходе проведения профилактического рейда были выявлены проблемы о том, что водителям негде высаживать своих детей, так как там нет места для остановки. Можно посоветовать только то, чтобы они искали более альтернативные места для остановки. Парковочное место занятое, это не может быть оправданием для того, что они высаживают детей на проезжей части. Подобные действия являются нарушением, которые попадают под альтернативную ответственность. Мы обращаемся к водителям, чтобы они не нарушали законодательство. В рамках мероприятия сотрудники госавтоинспекции провели беседы с водителями, обращая внимание на важность соблюдения правил дорожного движения, особенно вблизи школ и детских садов. Также водителям раздавали информационные листовки, которые напоминали о правилах проезда нерегулируемых пешеходных переходов. В госавтоинспекции обращают внимание водителей. Ввиду начавшегося учебного года и появления детей на проезжей части, в особенности в утренние и дневные часы, хочется обратить их внимание на то, что нужно быть предельно внимательным во время управления транспортным средством, в особенности вблизи образовательных организаций. Также хочется обратить внимание родителей. Перед тем, как отпускать детей на улицу, в ту же самую школу, необходимо провести с ними инструктаж на знание правил дорожного движения. Необходимо акцентировать их внимание на то, что пешеходный переход не является гарантом 100% безопасности. Что прежде чем осуществить пешеходный переход, необходимо убедиться в том, что все водители увидели пешехода и его пропускают.